Заниматься любым видом рукоделия довольно сложно. На это занятие уходит много времени, оно требует сосредоточенности и терпения. Героиня нашего следующего сюжета связала практически всю свою жизнь с вышивкой, плетением из бисера и шитьем мягких игрушек. Подробнее в следующем материале выпуска. Дом Оксаны Зеленовой удивляет своим интерьером. Стены украшают картины, вышитые из бисера и ленточек. На полках мягкие игрушки, сделанные своими руками. Даже подушки, украшающие диван, самодельные. Оксана Зеленова с детства умеет вязать, шить и вышивать. Примером для неё послужила мама, которая этим также занималась. Изначально я вязала себе. Начинала с мелких вещей, потом более крупные вещи. Потом в школе у нас была на трудах очень хорошая преподаватель. Она сама конструктор, технолог по шитью. И, в принципе, уже на выпускной вечер мы шили себе платье сами. Мы уже выходили даже с корочками швеи. И потом как-то пошло, захотелось больше попробовать другого варианта. Как бы вот вышивку. Потом начали уже появляться в магазинах бисер красивый, вышивку бисера. Более профессионально, по словам Оксаны, рукоделием она начала заниматься более 10 лет назад. Сейчас она участник клуба «Анастасия» в станице Анастасиевской. Там почти каждый день собираются творческие люди, которых объединила любовь к вышивке, вязанию. Свои работы Оксана постоянно выставляет на фестивалях в Атамане. В планах клуба открыть дочернюю такой вот филиальчик небольшой, Настёнку. Клуб называется «Анастасия». И вот хотим сделать Настёнку, чтобы туда пригласить деток, подростков или совсем небольших деток. И потихонечку с ними тоже приглашать наших таких опытных мастериц, проводить мастер-классы, обучать их народно-прикладному творчеству. Оксана Зеленова считает, что научиться вышивать бисером картины может каждый. Самое главное – желание и терпение. Ведь это очень кропотливая работа. Помимо вышивки, Оксана ещё занимается скраббукингом. Это искусственное состаривание книги. Скраббукинг в своей современной форме появился в Европе ещё в 17-19 веках. А сегодня этим видом искусства занимаются миллионы людей по всему миру. Ну, за основу как бы я беру книги. Это обклеивается или яичной скорлупой, или бумагой, салфетками в том числе, пластинками любыми, жгутом. И потом это всё грунтуется, красится под золото или под бронзу. Это как состаренная старая книга. Листочки все мочатся, склеиваются, как будто вот старая-старая книга. Это всё вот уже заготовочка есть. А уже внутреннюю работу, что вы там хотите, можете оформить вот вышивку туда же, клеить иконку и молитву к ней. Занятие декоративно-прикладным искусством – это отличная возможность развиваться творчески. А работы, сделанные своими руками, можно отправить на выставку, сделать подарок близким или украсить свой дом.